С 1 ноября закрывается Пехтулинская свалка и начинает свою работу полигон ТБО в Новочебоксарске. Предпосылки к этому шагу возникли давно. По факту Пехтулинская свалка должна была закрыться еще в 1984 году, по проекту, который был еще в советское время. И юридически этой свалки не существует. Но тем не менее эти горы мусора подрывают экологическую обстановку, да и просто мозолят глаз. Закрыли Пехтулинскую свалку по решению суда. Да. Запуск полигона ТБО ждали долго. И экологи, и управленцы, и, конечно, инвесторы. По расчетам генерального директора акционерного общества спецавтохозяйства Юрия Малова, окупится новое предприятие за 7 лет. В первую очередь, республика и города, это Новочебоксарск и Чебоксары, они добились того, чтобы в каждом городе был, скажем так, пункт по приему до завода. На самом деле, чтобы из Новочебоксарска люди не возили мусор в Чебоксары, не тратили на это лишнее топливо, не несли дополнительные затраты. И, соответственно, из Чебоксар то же самое. Все эти объекты, которые будут построены, они сразу же после сдачи передаются в собственность республики. Это переходит в казну республики. И казна уже отдает управление отходами, то есть концессионеру их в управление. По условиям контракта все вложенные средства должны вернуться за 7 лет. Поэтому, исходя из этого, и стоимость сейчас посчитана, это потенциально будущий тариф. Цена будет 425 за куб. Когда меняется что-то в устоявшейся структуре оплаты услуг ЖКХ, первый возникающий вопрос у собственников жилых помещений – это тарифы. Так будут ли они повышаться в связи с началом работы полигона ТБО и закрытием пехтулинской свалки? Вопрос, как оказалось, непростой. Полигон ТБО накапливает с последующим размещением спрессованные отходы. После получения лицензии на размещение бытовых отходов и официального начала работы полигона, в квитанциях на оплату ЖКХ появится новая услуга – тариф на размещение. Ориентировочно это ожидается в феврале 2016 года. До этого каких-либо неожиданных изменений в квитанциях не будет. Но стоит обратить внимание собственников жилых помещений на то, что статья расходов за содержание и текущий ремонт жилья, куда входит несколько услуг, в том числе и вывоз мусора, по закону может вырасти только с согласия самих собственников. Получается так, полигон ТБО принимает у себя отходы, которые привозит перевозчик. Стоимость размещения твердых бытовых отходов составит 425 рублей за один кубический метр. С компанией-перевозчиком заключает договор управляющая компания. То есть перевозчик выставляет управляющей компанией свою цену, которая складывается из тарифа, установленного полигоном, и дополнительных расходов, ГСМ, заработная плата, обслуживание спецтехники и другое. Собственники жилых помещений заключают договор с управляющей компанией, которая ежемесячно присылает квитанции на оплату коммунальных услуг. В этих квитанциях есть такая графа – содержание жилья, в которую и включается вывоз мусора. Управляющая компания, получив новую стоимость договора с перевозчиком, столкнется с тем, что не сможет в полной мере оплачивать вывоз отходов. Таким образом, управляющая компания вправе обратиться к собственникам жилых помещений с предложением увеличить тариф на содержание жилья. Все повышение тарифа, которое сейчас происходит, ляжет полностью на управляющей компании. В этом-то, с одной стороны, для населения вроде бы плюс, а с другой стороны и опасность. Почему? Потому что такое изменение себестоимости, по большому счету, может обанкротить управляющая компания. Управляющая компания называется так, потому что управляет средствами населения. По большому счету, собственных средств УК не имеет. Поэтому рано или поздно они будут вынуждены повышать тариф. Нам озвучили, что этот тариф будет 425 рублей за кубический метр. А было? Было. На Пехтулинской свалке был тариф 43 рубля 80 копеек за кубический метр. Я говорю о ценах с НДС. Казалось бы, весь тариф ляжет в стоимость кубического метра при вывозе мусора. Но это не совсем так. Сейчас используется современная техника, которая не просто загружает и вывозит мусор, но еще и сжимает его для того, чтобы вывезти гораздо больше. Так, мусоровоз с кузовом в 15 кубических метров может вывезти до 80 кубических метров мусора. Естественно, это позволяет уменьшить вот эти затраты на временное размещение на новом полигоне просто в разы. По нашим расчетам у нас, в нашей компании, в себестоимости порядка 100 рублей будет стоить именно временное размещение. То есть мы предлагаем 200 рублей за кубический метр управляющим компаниям. В них 100 рублей это будет тариф на временное размещение. Таким образом, Виктор Лагуновский немного снял возникшее напряжение. То есть повышение тарифа в 10 раз не ожидается. Но это касается исключительно бытовых отходов. Ситуация с крупногабаритным мусором совсем иная. Он не сжимается, и его полигон будет принимать по фактическому объему. С 1 января в соответствии с принятыми законами санитарная обработка, куда входит в том числе и вывоз мусора, будет коммунальная услуга. Ну то есть звучит вроде бы просто, но на самом деле это в корне меняет саму услугу по вывозу отходов в том числе. Почва для размышлений появилась не только у руководителей, управляющих компаний и перевозчиков, но и у городадминистрации. Наталья Журавлева, Петр Куприянов. Новости Ново-Чебоксарска.